Я предлагаю Светлана Стану Евну кандидату Рублера. Светлана Фабрикант выдвинута на пост мэра Одессы. Решение было принято единогласно на конференции городской организации партии Возрождения. Кандидат уже готова к ожесточенной борьбе и наметила основной пункт программы – привлечения инвестиций. Мэр – это тот человек, который должен доказать и в Европе, и в Азии, и в Америке, и где угодно, что Одесса – это особенный город, что в Одессу нужно поверить, в Одессу нужно влюбиться, и в Одессу нужно приезжать и вкладывать деньги. Основным отличием своей команды Светлана Фабрикант считает то, что кандидаты не проходили отбор. В городской организации партии Возрождения есть не только политики, но и деятели культуры, администраторы ресторанов и борцы с наркотиками. Всех их объединил девиз «Одессе нужна правда». Люди разные, люди с общественной, гражданской, очень активной позицией, которые говорили, что мы ничего не боимся, мы понимаем, что будет сложно, мы готовы двигаться, потому что мы все хотим изменений в нашем городе, возрождения нашего города. В команде каждый будет нести ответственность за определенное направление. Кто-то займется вопросами ЖКХ, кто-то – организацией творческих секций. Я живу в Киевском районе, буду блатиться по Суворовском районе, но я считаю, что во всех районах все проблемы одинаковые, но все зависит от активности человека. Светлана Фабрикант говорит, что чувствует большую ответственность не только перед командой, но и перед всей Одессой. Во всех стремлениях кандидатов в мэры готовы поддержать киевские коллеги. Светлана очень опытнейший человек, опытный политик, она уже прошла и парламент Украины, она прошла государственные органы, она понимает, что такое строить государство, она понимает, что такое заниматься городом, и самое главное – мы ее не бросим. На официальном сайте Светланы Фабрикант написано, что ей всегда была свойственна активная жизненная позиция. Главный кандидат на должность мэра говорит – всегда будет предана родному городу.